В Самарской области будет создан международный межвузовский кампус IT-направления для размещения обучения и отдыха студентов и преподавателей шести ключевых вузов региона, информирует телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. Федеральный проект строительства сети современных кампусов реализовывается в рамках нацпроекта «Наука и университеты Миноборнауки России». Телеграм-канал администрации промышленного района Самары рассказывает, как получить разрешение на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением заборов и железобетонных ограждений. Для получения муниципальной услуги можно обратиться в МФЦ, а можно получить услугу в электронной форме через портал Госуслуг, или же обратиться в администрацию промышленного района по адресу улица Краснодонская, 32, кабинет 107, телефон 995-92-87, часы приема понедельник и четверг с 14 до 17.00. 43 года прошло с тех пор, как ушел из жизни актер-поэт Владимир Высоцкий. Его творческий путь нельзя представить без Куйбышева, а имя Парда навсегда вошло в историю и жизнь губернии, сообщает телеграм-канал администрации Ленинского района. В Куйбышеве Высоцкий выступал в 1967 году, в первый раз в мае в филармонии и ДК имени Дзержинского, во второй раз в ноябре уже на сцене местного дворца спорта на улице Молодогвардейской. Тогда он дал два концерта в один день и оба прошли при полном аншлаге и стали первыми стадионными концертами в его карьере. Улица Высоцкого появилась в Самаре в 1998 году, к 60-летию со дня рождения артиста. В областном центре можно прогуляться также по скверу Высоцкого, где в 2000 году установили памятную стеллу с гитарой в его честь. В 2008 в день 70-летия Барда возле дворца спорта на Молодогвардейской появился еще один памятник поэту, а в 2021 после реконструкции здания обновленному дворцу спорта присвоили имя Владимира Высоцкого.